Всем привет! Продолжаем разговаривать о отжиманиях. В этом видео поговорим о том, как я выполнил 100 отжиманий за один подход. Ссылку я оставлю на это видео в описании, будет снизу. А также вам расскажу о том, как я готовился. Расскажу, как я расписывал эту тренировку в своем спортивном дневнике. Это будет тренировка из шести дней, и получится небольшой тренировочный цикл. Расскажу, как я готовился, какой объем, какое процентное соотношение. Тренировка о себе составляла индивидуально, под себя, зная свои качества, характеристики, свою тренированность. То есть, все это процентное соотношение. И то, что я вам покажу, это не означает, что вы шаблонно перепишете или начнете делать, и у вас будет результат какой-то. То есть, все надо делать индивидуально. Под вас, под вашу подготовку, под ваш возраст, под ваши возможности, которые идут. И процентное соотношение может меняться в ту или иную сторону, и объем работы тоже будет меняться. Я делаю тренировку, еще раз скажу, для себя. Это был такой маленький цикл, в котором я... Мне надо было за короткий промежуток времени набить максимальный объем, чтобы без каких-то усилий выполнить тот же маленький подход. Сейчас я вам расскажу и покажу свой дневник. Так выглядит примерно мой тренировочный цикл, который я расписывал для того, чтобы отжаться сто раз. Я делал, расписывал тренировку на шесть дней. Шестой был день, это отжимания уже, которые я должен был выполнить за один подход сто раз. И делал... У меня за день в одном дне было три тренировки. Получается, это 40%, 40, 50, 60. Первая тренировка утром, получается, это 40% от 100. Той цифры, которую мне было необходимо сделать. Вторая цифра, это 50% и третья, 60%. Вот той цифры, которую необходимо делать. Как я уже сказал, три тренировки. Первая – это утром, когда я просыпаюсь. Вторая идет в обед и вечерняя тренировка. Все дела за один подход. То есть, 40% от 100 – это 40 повторений. Утром я вставал и как зарядку делал 40 повторений. В обед я делал 50, соответственно, и здесь 60 повторений. Три тренировки в день, и в общей сумме у меня получилось 150 повторений. Соответственно, вторая тренировка, следующий день, уже возрастает нагрузка постепенно. И в общей сумме уже 165, получается, повторений. Третья тренировка – 180 повторений. Четвертая уже 185. И, соответственно, как вы можете видеть, процентное соотношение тоже растет. Вы можете просто, это как для наглядности, дневник, вы можете просто одну тренировку какую-то себе производить, чтобы и записывать дневник, чтобы видеть результат. Это я делал три тренировки себе, делал, чтобы за короткий промежуток времени подготовиться, так сказать, быстро к этому выполнению. Нет необходимости повторять так. То есть, три дела тренировки. Можете делать одну тренировку, как себе распишите, чтобы индивидуально для вас подходило под вашу подготовку. Потому что подготовленность у каждого своя будет. Кто-то там отжимается 20 раз, кто-то 200 раз, кто-то 2 раза. То есть, все будет индивидуально. Дальше у меня все взрастает. В итоге получается на пятый день 200 отжиманий. И потом получается на следующий день, на шестой, делаем 100 отжиманий за один подход. И здесь получается такой график. Он такой циклический получается. Я себе тоже примерно расписываю. Ну, сколько повторений, чтобы вы видели. Получается такая диаграмма, в которой вы можете отслеживать свой результат. Либо тот цикл, к которому вы подходите. Чем плавнее будет вход сюда. То есть, вот это процентное соотношение вначале можно снижать. Я себе поставил 40 процентов. Вы можете ставить 20. Чем плавнее и меньше будет начальный процент, тем дальше вы заберетесь на пиковую точку без каких-то осложнений. То есть, без перегрузок. Плавно вы заберетесь в определенную цифру, которую вы себе поставите. Это что касается дневника. Обязательно введите. То есть, вы будете отслеживать свою динамику, статистику. То есть, что вы выполняли, не выполняли. Как у вас получается это делать. И обязательно какие-то графики рисуйте, чтобы вы видели, куда вы уходите. Потому что вы можете делать там... Тут, например, 10. Потом еще 10. Потом 8 повторений. Понимаете? И там 7. Не было настроения. Либо времени. И у вас графика такой получится. Нисходящий. И... То есть, прогресса вы не делаете. А график должен получаться всегда восходящий вверх. Должны и должны нагрузочку быть много увеличить. И постепенно выйдете в то число, которое поставите. Примерно. То есть, пишите, расписывайте процентные соотношения. Главное, чтобы вот это вот число все время постепенно возрастало-возрастало. Тогда вы все сделаете. Также хотелось рассказать о том, как увеличить свои отжимания или повторения в этих отжиманиях. Хочется затронуть такой нюанс, что большое количество отжиманий, которые вы будете выполнять за один подход, это не показатель того результата, объема мышц. Это не даст вам больших рук. Это будет работа на силовую выносливость. То есть, все, что вы будете делать в большом количестве повторений, не будет давать вам какой-то мышечной массы, максимальной силы. То есть, это будет силовая выносливость, чтобы вы понимали. И громадных каких-то объемов вы такой работы не получите. Что касается своих отжиманий, для того, чтобы их увеличить, необходимо максимально комфортно себя чувствовать в той позиции, в которой вы стоите. То есть, в упор лёжа. Изначально необходимо занять позицию, отработать её. То есть, статическое положение тела не должно вас сковывать, не должно быть каких-то дискомфортов. Вы должны уверенно себя чувствовать. Для того, чтобы этого добиться, необходимо как можно чаще занимать такую позицию, упор лёжа, стоять в статической какой-то позиции и пробовать отжиматься. Второй момент для увеличения своих отжиманий, необходимо как можно чаще отжиматься. Если вы можете отжиматься, делать несколько подходов в день, несколько тренировок. То есть, вы должны быть отжиматься, отжиматься, отжиматься как можно больше, чтобы набирать объём тренировки, которая в дальнейшем вам позволит выполнить за один подход свои отжимания. Когда вы много отжимаетесь, здесь не должно быть фаз каких-то фиксаций. Только если вы отдыхаете сверху в позиции, и мышцы максимально ваши должны отдыхать. Надо себя опускать на негативной фазе. То есть, надо как можно больше пропускать этих моментов и меньше напрягать мышцы, как я уже сказал, а больше стоять в суставах, если вы отдыхаете. Ещё интересные моменты, когда вы ставите. То есть, вы должны как-то расписывать тренировку свою, чтобы вы видели прогресс, видели, куда вы идёте, ставить какие-то цели, потому что тяжело. Например, сегодня вы хотите отжаться, отжались, а завтра пропустили, послезавтра забыли. И нету тренированности. Ваша тренировка должна наслаиваться одна на другую. И тогда только дарится результат, тогда только вы выходите на ту цифру, которую запланируете. Весь смысл в том, чтобы не доходить до конца, не доходить до максимума, до отказа в своих отжиманиях. Здесь другая идёт работа, мы дальше уже поговорим, если уже работать с отжиманиями хотите на силу, на массу, то есть необходимо будет делать всё в противоположную сторону, как вы делаете на большое количество отжиманий. Также необходимо правильно дышать. Ещё такой интересный момент, когда вы себе всё расписываете, всё видно, введёте какую-то тетрадку, либо спортивный дневник, обязательно проводите себе тесты. То есть точку А, откуда вы стартуете, и точка Б, то есть та цель, куда вы идёте, чтобы вы в дальнейшем видели прогресс, видели результат, который будет вас вдохновлять на дальнейшие подвиги. То есть вы, когда ощутите эту силу, поймёте, что вы можете, поймёте, как это делается, вы будете всё больше и больше делать. Все эти моменты, которые я озвучил, помогут вам увеличить ваше количество отжиманий. Я распишу себе тренировку и отожмусь за один подход 300 раз, тоже это прокомментирую. Если вам будет интересно, также пишите в комментариях, что вы об этом думаете. И смотрим следующее видео, подписываемся на канал. Всем пока!